Назначение Петра могилой митрополитом в Киеве произвело чрезвычайный восторг. Ученики братского училища сочиняли ему гимны и панигирики. «Если бы ты вздумал, — говорилось в приветствии ему, — отправиться от Киева до Вильно и до пределов русских и литовских, — с какой радостью встретили бы тебя те, которыми наполнены суды, темницы и подземелья за непорочную веру восточную?» Типографчики поднесли напечатанную ими стихотворную брошюру под названием «Ефония веселобремячая», а киевские мещане, заодно с казаками и православными духовными, в порыве восторга бросились отнимать у униатов древню святыню русскую — Софийский собор. Униатский митрополит Иосиф Вильямин Рудский жил не в Киеве, а в Вильне. Софийский собор стоял пустой, богослужение в нем не отправлялось, а ключи находились у шляхтича Корсака. Место, где находится Софийский собор, было тогда загородом и отделялось от жилой части старого города валом. Близ него расположена была небольшая Софийская слободка, там жил Корсак, страж покинутого храма. Киевляне под предводительством Баляски, Веремиенко и слесаря Быковца толпою в пятьсот человек бросились на дом Корсака. Пан был в отлучке. В доме оставалась его мать, у которой были в то время гости. Киевляне потребовали ключей от собора. Пани Корсакова не дала ключей. Тогда киевляне объявили, что сами найдут ключи, бросились к собору, отбили колодки, которыми запирался собор, выломали двери, отколотили тех, которые хотели помешать им, забрали ризницу и утварь и отвезли в лавру к митрополиту. Затем толпа вновь вернулась в дом Корсака и начала выгонять из дому пани Корсакову и ее родных, сидевших с доминиканами, которых она нарочно позвала, чтобы они впоследствии на суде могли быть свидетелями. Толпа ругала пани Корсакову, прицеливалась ружьями в форточку окна и кричала «Выволочи мы ее на двор и расстреляй ему!» На другой день киевляне вывели пани Корсакову и ее родных из дому и обязали слабожан повиноваться православному митрополиту. Вместе с церковью Святой Софии киевляне тогда же овладели деревянную церковью Святого Николая на месте Десятинной и древними стенами церкви Святого Василия, построенной Святым Владимиром на Перуновом холме. Первым делом митрополита было привести церковь Святой Софии в благолепный вид и осветить ее для богослужения. Он называл ее «единственным украшением православного народа, главою и матерью всех церквей». Петр Могила старался восстановить древню святыню Киева и вместе с тем оживить в народе воспоминания древности. Таким образом, он возобновил церковь Святого Василия. Из развалин Десятинной церкви состроил новую каменную церковь, причем во время производства работ нашел в земле гроб Святого Владимира и поставил голову его в Печерском монастыре для поклонения. Возобновил также древнюю церковь Спаса на Берестове. С особенную любовью относился он к Софийскому собору. Ему приписывают сооружения пристроек к Ярославовой стене, укрепление их контрфорсами, закладку куполов на хорах, сооружения над ними других куполов на кровле и даже размалевку стен, которую закрыты были старые Ярославовые фрески. Но с этим нельзя согласиться. Архитектура пристроек и особенно двухглавые орлы указывают на более позднее время. Сверх того существуют рисунки, составленные после могилы, на которых Софийский собор не в том виде, в каком теперь. В Триоде, изданной во Львове в 1642 году, в посвящении Петру могиле говорится о возобновлении Святой Софии в таком виде. Церковь Святой Софии в богоспасаемом граде Киеве негдысь от святой памяти княжате и самодержца всея России Ярослава сбудованную и на приклад всему свету выставленную, при освященство ваше в руинах, уже будучи, знову реставрировал и до первшей оздобы коштам своим, старанием своим привел, а до того и внутрь, розмаятыми иноками святых божиих и аппаратами церковными дивно Ирио сдобил, хотя жил постоянно в Печерской лавре, оставаясь ее архимандритом. Петр Могила обратил внимание на то, что в церковных богослужебных книгах, бывших в употреблении в Южной и Западной Руси, вкрались неправильности и разноречия. Они были в то время тем неуместнее, что противники православия указывали на это обстоятельство как на слабую сторону и утверждали, что в православном богослужении нет единообразия. В одной книге попадаются об одном и том же предмете совсем иные выражения, чем в другой, и каждый священник может употреблять тот или другой способ. Этим противники силились доказать, что церковь, не имея единого главы, не в силах удержать правильности в своих богослужебных книгах, а тем самым указывали на необходимость подчинения единому главе в образе Папы. Могила постановил, чтобы вперед богослужебные книги не выходили в печать без пересмотра и с лечения с греческими подлинниками и без его благословения. Сам он лично трудился над их пересмотром. В 1629 году Петр Могила издал служебник, одобренный на Киевском соборе митрополитом Иовом Борецким и южно-русскими епископами. Этот служебник отличался от прежних тем, что в нем приложено догматическое и обрядовое объяснение литургии, написанное одним из учеников могилы Тарасием Земкая. Таким образом, русские священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершения литургии, а вместе с тем могли понимать то, что совершали. Через 10 лет, в 1639 году, Могила, уже будучи митрополитом, издал вторым изданием свой служебник, значительно умноженный ектиньями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни. Приведение в единообразие православного богослужения, надлежащее отправление священниками их обязанностей и улучшение их нравственности, сильно и постоянно занимали Петра могилу. С этими целями в 1640 году Могила назначил собор в Киеве, и на этот собор приглашал не только духовных, но и светских особ, записанных в братствах. По его взгляду на состав церкви, светские люди, будучи членами церкви, как христианского общества, имели право подавать свой голос в церковных делах. «Наша церковь», – писал Могила в своем окружном послании, оставаясь ненарушимой в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные от частого посещения богослужения иноверцев и слушания их поучений заразились ересью, так что трудно распознать, истинно ли они православные или одним только именем. Другие же, не только светские, но и духовные, прямо покинули православие и перешли к разным богомерзким сектам. Духовный монашеский сан пришел вне строения. Нерадивые настоятели не заботятся о порядке и совсем уклонились от примера древних отцов церкви. В братствах отвергнута ревность и нравы предков. Каждый делает, что хочет. Могила заявлял, что он желает возвратить русскую церковь к древнему благочестию и находил, что цель эта может быть достигнута посредством собора духовных и светских людей. Деяния этого собора не дошли до нас. Но, вероятно, плодом его совещания явилось новое издание Требника в 1646 году. Этот Евхологион или Требник подробнейший сборник богослужений, относящихся к священным требам и долгое время служивший руководством во всей России, известен под именем Требника Петра Могилы. Читая эту книгу, говорит в предисловии к ней могила, легко понять, что способ совершения святых тайн остается у нас единообразным. Стоит только сличить наш Евхологион с греческим. Если в Требниках, изданных в Остроге, Львове, Срятине, Вильне, есть какие-нибудь описки и погрешности, то такие, которые не отменяют ни числа, ни материи, ни формы, ни силы, ни скутков, последствий, святых таинств. Притом отмены произошли от простоты и нерассудительности исправителей. При всеобщем невежестве и при необытности православных пастырей издатели смотрели не на сущность материи или формы, а на одни существовавшие обычаи, и потому иное, нужное, опустили, а ненужное внесли. При составлении его руководствовались Требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и отчасти римскими. Могила, защищая православие от католичества, не стеснялся, однако, заимствовать из западной церкви то, что не противно было духу православия, и согласовалась с практикой первобытной церкви. От времен могилы остались до сих пор в Малороссии немногие местные отличия богослужения, не принятые Великой Руси, так, например, заимствованные из западной церкви по оси, чтение Евангелий о страданиях Иисуса Христа, с пением страстных церковных стихов на повечерии по пятницам, в первые четыре недели Великого Поста, причем говорятся иногда и проповеди. В своем требнике могила не ограничился одним изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснения и наставления, как поступать в отдельных случаях, так что этот требник не только служил руководством для машинального отправления треб, но имел значение научной книги для духовенства. Тем не менее, к досаде могилы не все довольствовались этим однообразным руководством, и помимо его издавались другие требники частными лицами. Пока образовалось новое поколение пастырей из преобразованной могилой у коллегии, он обращал внимание, чтобы ставленники, по крайней мере, не были круглыми невеждами и постановил, чтобы искатели священнических мест до своего посвящения оставались некоторое время в Киеве и учились у сведущих лиц. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Сам могила экзаменовал их и содержал во время обучения на свой счет. Могила вскоре увидел необходимость составить полную систему православного вероучения и под своим руководством приказал составить ученому Исаии Трофимовичу православный катехизис. По составлению его могила созвал сведущих духовных лиц из всей Южной и Западной Руси, дал им на рассмотрение новую книгу, а потом снесся с патриархами. С целью окончательно рассмотреть и утвердить катехизис, созван был в Яссах ученый собор в 1643 году, куда могила послал Трофимовича вместе с братским игуменом Иосифом Кононовичем и проповедником Игнатием Старушичем. Со стороны константинопольского патриарха было послано два ученых грека. Греки долго спорили с русскими, истребовали отмены кое-каких мест и, наконец, утвердили катехизис, затем книга была отправлена на утверждение всех патриархов. Она, хотя и была утверждена, но слишком долго рассматривалась, и могила не успел ее напечатать. Ей суждено было уже по смерти могилы быть напечатанной в Европе, сперва на греческом, а потом на латинском языке, заслужить уважение ученых-богословов, а на славянском языке явиться уже в 1696 году в Москве, и то в переводе с голландского издания на греческом языке 1662 года. Вместо нее могила приказал напечатать в 1645 году краткий катехизис. Цель его выражена в предисловии, где говорится. Книга эта публикуется не только для того, чтобы священники в своих приходах каждый день, в особенности воскресные и праздничные дни, читали и объясняли его своим прихожанам, но также, чтобы мирские люди, умеющие читать, преподавали одинаковым способом христианское учение, преимущественно, чтобы родители учили по ней своих детей, а владельцы подвластных себе людей, а также, чтобы в школах все учителя заставляли своих учеников учить наизусть по этой книжечке. Катехизис этот по способу своего изложения послужил первообразом всех катехизисов последующего времени. Оно изложено в вопросах и ответах и состоит из трех частей. В первой рассматривается символ веры по членам, во второй – молитва Господня, а в третьей – заповеди.